Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Западу грозит новая критическая зависимость от России и Китая. Одна из крупнейших в мире страховых компаний, немецкий Альянс, провела анализ обеспеченности планеты ключевыми природными ресурсами и пришла к неутешительному выводу. По мнению Альянс, ставка стран Большой Семерки на то, что им удастся сохранить экономическое доминирование в мире в условиях скорого истощения запасов нефти и газа является ошибочной. Переход на энергию ветра и солнца и отказ от нефти и газа будут сопровождаться резким ростом спроса на редкоземельные металлы, в первую очередь на литий, кобальт и никель. Указанный металл имеет ключевое значение при изготовлении электрического транспорта. За последние пять лет спрос на редкоземельные металлы в мире вырос в два раза. Сейчас рынок редкоземельных металлов оценивается в 320 миллиардов долларов. В недалеком будущем указанные ресурсы будут иметь не меньшую роль, чем нефть и газ. Если сейчас страны Запада испытывают дефицит углеводородов, то в ближайшее время они начнут испытывать дефицит редких металлов. Способствовать этому будут новые ограничения со стороны Китая. В современной науке в периодической системе Менделеева выделяет 17 редкоземельных металлов, наибольшие запасы которых сосредоточены в Китае, России, Бразилии и Вьетнаме. Страны Большой Семерки редкоземельными металлами обделены. В странах есть крупных запасов таких металлов не выявлено, а запасов металлов в США приблизительно в 10 раз меньше, чем в России и в 20 раз меньше, чем в Китае. Таковы данные геологической службы США. При этом для организации добычи редкоземельных металлов необходима энергия в большом количестве. Для того, чтобы указанная деятельность приносила прибыль, энергия, которая должна расходоваться на извлечение, переработку и обогащение редкоземов, должна быть дешевой. А дешевая энергия сейчас есть только у России, у Китая за счет сжигания им в огромных объемах своего угля и у Бразилии. Все перечисленные страны объединены в группу БРИКС и могут проводить согласованную политику по добыче и поставкам редкоземельных металлов на внешний рынок. Промышленный рост западных стран в предыдущее десятилетие обеспечивался за счет получения доступа западных компаний к стратегически важным ресурсам, выступавшим в качестве топлива для получения энергии. К настоящему времени все ключевые ресурсы, включая уголь, нефть, газ, уран, литий и прочие редкоземы, оказались под контролем стран БРИКС. Продолжение следует...